Присутствие сосен в Сурмовском парке это настолько вдохновляет, что я не могла пройти мимо. Посмотрите, насколько величественная сосна. Она действительно очень мощная, большая. Она растет практически из земли толстым стволом. Но потом, посмотрите, разветвляется и переходит уже в два ствола и огромную-огромную крону, которая полна зелени в виде хвои и вот таких вот маленьких шишечек. Я уже их собрала, зелененькие. Почему мне нравятся зеленые шишечки? Потому что они помогают при бронхолегочных заболеваниях и также у кого, может быть, бывают простуды, иногда кашля и еще что-то. Вообще сам воздух, он полон фитонцидов. Поэтому, если вы находитесь где-то на природе, там, где сосны, вам просто нужно правильно подышать. Можете посетить Милановой. Можете просто, допустим, на 4 счета вдох, 4 пауза, 4 выдох, 4 пауза. Это вот, допустим, вдох, 1, 2, 3, 4 пауза, 1, 2, 3, 4 выдох, 1, 2, 3, 4 пауза, 1, 2, 3, 4. Такое дыхание будет помогать не только наполнять кислородом легкие, но также будет стимулировать сердце к правильной работе, чтобы сердечная мышца научилась отдыхать и тренироваться. Но почему я остановилась у этого дерева? Потому что настолько мощная хвоя, вот если вы посмотрите, она прям вот, это вообще не дерево, а шедевр. Одно такое дерево может давать до несколько тонн иголок, которые богаты фитонцидами. Из них можно варить, можно пропускать через мясорубку, можно делать разные настои, отвары, кисели. Также мне очень нравится делать из них очень вкусное варенье. Но варенье, скажем так, всегда оно сладенькое, и сладенькое не всегда бывает полезно, все-таки нужно уходить в горечи. Но вот эти шишечки, которые я показала, если вы будете их собирать, допустим, не в черте города, как я сегодня нахожусь в Сорумском парке, а немножко за городом, это потрясающий кладезь, очень много всего полезного. Я не буду перечислять все витамины, но если вы их разрежете на 4 части и отварите в сахарном сиропе или зальете медом, то это будет обалденное лакомство для ваших детей. Из шишечек можно делать многие лакомства, о которых я расскажу чуть попозже. А сейчас выходите на свежий воздух, любуйтесь природой, потому что психология все-таки она первична, заболевание за заболеванием, а нужно все-таки отдыхать. И наслаждайтесь этой красотой, вдыхайте запах сосен, вдыхайте запах свежести, запах анионов, который наполнен живой воздух, а не в помещениях. И будьте здоровы!